Здравствуйте, а это вот мы, Паша и Саша. Если хотите играть так, я предлагаю заниматься, продолжать со мной. Если хотите играть кузнечика, пожалуйста, Павел вам в этом поможет. Вот Саша примерно так обычно и поет в целом. Ребята, всем привет! Это канал Акстар, и это легендарное возвращение. Снова малыши, и наконец-таки я еще раз уговорил Сашу поучаствовать в этих видео. Сегодня, значит, мы, как вы знаете, но для тех, кто, может быть, еще не знает, примеряем вот такие вот маски малышей. И будем с преподавателями, и не только с преподавателями, делать классные, прикольные штуки. Вам точно понравится, потому что, по нашему мнению, эта часть лучшая. О, да. И, кстати, не просто так все. Мы решили, раз легендарное возвращение, значит, нужно сделать что-то легендарное. Мы решили провести самый масштабный розыгрыш, который мы когда-либо делали. Мы решили разыграть 5 гитар. И 5 наушников AirPods. Все, что нужно сделать, это подписаться на Телеграмм Саши. И на Телеграмм Паши, конечно. В общем, все подробности в описании, обязательно участвуйте. Не пропускайте, не упускайте возможность, да. В общем, сегодня суперклассный выпуск для вас. Мы постарались. Как тебе вообще? Как всегда, очень страшно. Я не знаю, как у Паши удается мне уговорить, но получилось круто. Давайте так договоримся, ребята. Сегодня безумно крутой видос. И если вы чувствуете, что вам он нравится, то ставьте лайк под это видео. И если мы наберем, давайте чуть больше, чем в прошлый раз, 121 тысячу лайков. 121? Попробуйте, попробуйте, хорошее. Да, то я уговариваю Сашу прийти на следующую часть, потому что это сложно. Саша стесняется, Саша боится, но я надеюсь, мы с вами сможем. И не забывайте, кстати, еще приятная новость для вас. Мы записали еще видео на канал Саши. Кстати, да. Заходите и смотрите. Так что, после просмотра этого залетаем к Саше, смотрим сразу же, продолжение кайфуем. Все, не забываем подписываться на канал и приятного просмотра. Кстати, ребята, как вам наш рокерский прикид? Идея так одеться к нам пришла вот только что. И, естественно, у нас не было времени бегать, мотаться, что-то искать. Поэтому тут нас очень сильно выручил Мегамаркет. Кстати, там можно найти все, что угодно, от бытовой химии до одежды. Как, например, вот эта кожанка. Но вообще, этот образ мне еще понадобится для одного мега-крутого рок-события этого лета, который состоится уже совсем скоро, 29 июня в ЦСКА-арене в Москве. Мегамаркет стал генеральным партнером этого концерта. Мега-рок впервые открывает самую большую сцену для тысячи начинающих и известных музыкантов. Вместе они сделают концерт года и исполняют хиты таких культовых групп, как Нирвана, Металлика, Линкен Парк, ACDC и других зарубежных и отечественных артистов рок-сцены. Ну и, конечно, ловите промокод на 500 рублей от меня на все в Мегамаркете. Так, сейчас-ка. Здравствуйте. О, ура! Супер, замечательно. Саша, сколько тебе лет? Мне 11 лет. Супер, отлично. Раньше когда-нибудь занималась? Я смотрела, как вот на голос дети поют, пыталась повторять. А я, не переживайте, я брат ее. Я слежу, чтобы все хорошо было. Саша очень волнуется, переживает. Вот, родители ей вот подарили это занятие. Я, как старший брат, хочу проследить, чтобы все было хорошо. Окей, хорошо. А ты сама какие-нибудь упражнения выполняла из-за того, что видела? Да, я вот выполняла упражнения, там на разогрев связок, вот. Надо было делать там как-то вот так вот. И там говорили, что связки будут вот так трястись и разогреваться. Так? Окей, не совсем так, но они будут вибрировать, прикасаться, вибрировать. Смотри, мы с тобой сейчас вот с чего начнем. Мне как-нибудь помочь, может, надо? Что-то нужно от меня? Нет, сейчас от тебя ничего не нужно. Хорошо. В порядке, смотри, мы с тобой вот с чего начнем. Начнем и со связок, и с дыхания сразу. Потому что дыхание в пене у нас немножечко не такое, как в жизни. Ну, оно у нас глубже, у нас вот здесь есть мышца. У нас вот здесь есть мышца, она называется диафрагма, вот такая. Она опускается при вдохе и поднимается при выдохе. Мы с тобой делаем вдох и на звук С делаем максимально долго длинный выдох. Давай. Только не задохнись. Ну. Ага, выдыхай, выдыхай. Молодец, да, выдыхай, выдыхай, выдыхай. Да, как змея. Сколько подержалась? Там была остановка на середине, поэтому я не считаю этот момент. На секунде 4 точно было, мне кажется. Только у вас грузил. Это нормально. Вот в это место, вот сюда под ребра. Мы ничего не тужимся, не выпячиваемся. Просто делаем глубокий вдох, как сейчас получается. То есть это просто глубокий вдох на самом деле. А я считала, что еще надо теплое пить, правильно? Правда? Не обязательно. Саш, ты чай налей. Молоко. Молоко тебе налей, теплое. Угу. Ну, сейчас принесу. Мама говорила, что дышит легкими вот. Да, мы дышим легкими, все правильно. Легкие у нас находятся вот здесь и вот здесь. Самая большая часть легких у нас находится вот здесь, да, Саша, смотри. Дышим мы легкими, все правильно. Только мы дышим не бронхами, не вот этой частью, а именно большой частью легких, то есть это вот здесь находится. Легкие и диафрагма. Знаете, я просто, я хочу потом группу создать, и Саша в ней будет солисткой, я буду на гитаре играть. Вот нам нужно, чтобы вы помогли ей помочь научиться петь. Да, окей. Да, у меня вот вопросик, извините, а вот надо же петь, а что-то вот этот, это как-то поможет? Конечно, мы сейчас сначала сделаем на САП, а потом то, что мы сделаем на САП. Давай засечем сколько ты, только ты сейчас постарайся, Саша. Она вот, чтобы специально, чтобы меня победить, она может долго. Я тогда тоже буду, чтобы она меня постарала. Давай, ты таймер поставишь? Я засекаю. Только не в плечи, да? Три, четыре. Молодец. Молодец. Огни. Я так нормально все чувствую? Голова не кружится, все хорошо? Немножко. Голова может кружиться на первых этапах, это нормально. Я поверю. Да, молодец. Все плохо? Нормально все. Гладички там. Нормально все? Молодец. Тупинка. Сейчас. Вот мне-то вроде бы... Нет. Мы делаем с тобой такой звук, вот скажи, как ты говоришь, не А. Не А. Не А. Ага, и вот этот звук, который А, А, мы его с тобой поделаем на разных, ну, например, А, 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 скажи. А, 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 А. Э, 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 Э. Э, 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 А, нам так папа говорит. Э, 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 Э. Мария, важно, чтобы ты нигде ничего не давила, не поддавливала там пресс. Смотри, у тебя есть такой момент, что как будто бы челюсть немножечко ты не дооткрываешь. Ага, давай мы с тобой делаем такое упражнение. Мы будем вот так вот крутить челюстью. Какую-то свою. Да, и при этом у нас будет звук А, типа вот так. Вот Саша примерно так обычно и поет в целом. Вот. Ничего, Саш, ты не обижайся, вообще не обращай внимания, главное делай. Делаешь то же самое, только вытягиваешь язык Типа так вот Ещё больше Она в ТикТоке это записывает Слушайте, ещё момент Мы к выступлению готовимся Вы можете послушать Песню, которую мы готовим И сказать, может быть, что-то в ней не так Окей, давайте Мы репетировали Пока Саша умеет только под гитару петь Видите, под гитару умеет, да, конечно, можно Паша всё сыграет Он хорошо играет Супер, давай Всё помнишь, да? Не волнуйся Я вот так пришёл Ири, ири Ири, ири, сыграй Всё, я поняла Только не переживай, не волнуйся Если что, говори Я готов Если плохо станет, сразу остановимся Хорошо Ири, ири, сердечный пульс Железный струн души Наверное, скоро вернусь И, пожалуйста, только пиши мне И тянутся, дорогая Так, чтобы с ней тупо У нас Сори не поет за дно Бери в нас пустой бонзан Чтоб быть домой навсегда я Сразу блядь взял нас Сори не поет за дно Не влевать пустой бонзан Обалдеть Я просто в шоке Да, это вот, Сашка Что-то я прям очень не ожидала вообще Понравилось? Ты очень круто поёшь Спасибо! Почему ты вообще преподаватель? Это вот, да Ну, понимаете, она с нуля самоучка А вот Это просто невероятно Спасибо! Я тебе там что-то про дитание объясняю А ты, оказывается, уже профессиональная певица Вау Ну вот Слушайте, а звук гитары, он не мешал голосу? Может, она попробует акапельно спеть? Пожалуй Ну, вообще не мешал, но можно и акапельно А ты сможешь без гитары-то? Ты просто говорил, что, Саша, только с гитарой Но если я попробую, то будет круто Ну, я попробую Давай Хорошо Очень круто Очень круто Ну, ты и без гитары поёшь Чего ты говоришь, что Саша только под гитару пойдёт? Я сам в шоке вообще сижу сейчас Просто невероятно Ну, для меня прям шок На самом деле А музыкальную школу возьмут такую? Я думаю, что в музыкальной школе ты будешь уже звездой То есть ты будешь Ты можешь ездить, не знаю, на конкурсы от музыкальной школы Хотя, зачем она тебе нужна с таким, как бы Я бы хотела на голос пойти Вот на голос ты можешь идти Да Вот на голос, пожалуйста, идти Да, да Музыкальная школа тебе, мне кажется, уже не нужна А вот голос тебя продвинет Ну, ты прям Вот А папа говорит, иди в музыкальную школу Я не хочу Ну, типа, ради корочки? Зачем? Скажу о вас Тогда, что вы сказали, что можно не идти Спасибо Я свидетель, я подвержу Ну, серьёзно, да Паш, что кустишь? Давай приепим это скоро у нас занятие Да я ностальгирую, грустненько Почему? У нас скоро последний мастер-класс А я вспоминаю, как это было А было реально классно А, это там, где ты бесплатно всех учишь на гитаре играть, да? Угу Поняла А какую песню, кстати, будете учить? В общем, в этот раз мы решили сделать по-другому Сейчас сами участники выберут песню, которую они хотят научиться играть Да, чтобы это было как-то чем-то особенным И всё-таки последний мастер-класс, чтобы запомнился И люди все кайфанули Ммм, это круто А, кстати, а когда ты будешь? И как туда попасть? Записывай, да? Записывай Давай Последний мастер-класс, бесплатный, да, между прочим, напоминаю Да, да, да Пройдет со 2 по 4 июля Получается 3 дня Да И они будут по вечерам Да И то есть каждый сможет Они будут бесплатные и в онлайн формате И то есть и все точно смогут принять участие Неплохо Вот, и всё, что нужно, это найти гитару И даже с этим мы поможем Да ладно Да Найс Поэтому, ты записываешь? Да, я записываю Значит, для того, чтобы попасть на последний мастер-класс Да, последняя возможность научиться бесплатно какую-то играть на гитаре Нужно зарегистрироваться по ссылке в описании Да Вот, и всё Вот Ну и там дальше мы уже подготовили уроки Да, чтобы ты их посмотрела И на мастер-класс пришла подготовленная И никаких вопросов не было И максимально продуктивно позанималась Вот, и там еще и розыгрыш гитар И розыгрыш одежды И много подарков Классно будет Короче, 100% нужно приходить Ну ты даешь, всё Всё записала Своим тоже отправлю Пускай тоже приходит Да, правильно Ну и вы, ребята Последняя возможность Последний мастер-класс больше не будет Научиться классно играть на гитаре Бесплатно Приходите Мы вас ждем Если кто-то не понял Это бесплатные мастер-классы И они реально последние Научись играть на гитаре вместе с Пашей Акстар И стань частью нашей семьи Твоя ссылка в описании Семья Самое главное Меня зовут Елизавета Александровна Я руководитель детского хора Давайте знакомимся Давайте Смотрите К вам хочет Саша попасть Это вот моя сестра Это я Я Саша У нас родители на работе Поэтому я как старший брат Вот, помогаю я ей Потому что она очень волнуется Она такая Саша, брат, вас как зовут? Меня зовут Павел Это Паша Кваса Сашенька, а сколько тебе лет? Я Саша Только Саша, да, Саша Сколько тебе лет? Я послышу Даша Мне уже 10 Так, ну слушаем мы Сашеньку Я правильно? Да, да, да Ну смотрите Я бы тоже, конечно, хотел к вам попасть Но вы сами там Послушайте Сами решите Я не знаю Я подхожу по возрасту Там написано До 13 А вот мне 12 Нет, по возрасту вы проходите Мальчики нам нужны Давайте вы мне сначала Расскажите о себе Из какого вы города Где вы учитесь В каком коллективе Мы Мы вот из Санкт-Петербурга Да, мы вот совсем скоро переезжаем в Москву Как раз в сентябре В сентябре уже будем в Москве Но мы в плане Уже через 2 недели мы переезжаем Вот Если что, мы можем и раньше приехать к вам Но проблема в том, что мы Саша, ты что, вынуешься? Все хорошо Она у меня очень переживает Переживай, не переживай Все хорошо Все хорошо Ты рассказывай о себе Не молчи, не молчи Ну, я вот очень Очень люблю петь Но мы нигде не учились Да Мы Мы чисто сами Я там на гитарке поигрываю Что-то Саша петь хочет И я тоже люблю петь Да, я очень люблю вот петь Всякие песни То есть мультиков Вот я пела И вот тут Увидели объявление Что вы ищете И те, кто поет Вы читаете, что нам нужны детки Уже те, кто занимаются в музыкальной школе Или те, кто занимались То есть те, кто имеет основы Кто знает, что такое сольфеджи Включают ноты Вы понимаете, что это не просто так Взять песню Петь Сначала мы занимаемся Мы раскладываем Ну, мы Я думаю, получится Мы хайо поем хорошо И Саша поет хорошо И я на гитаре учился То есть я знаю аккорды Саша пока не знает Но я думаю, она разберется Ну, вот бабушка говорит Что я быстро учусь Я тоже в целом Паша умный очень Это замечательно А родители? Где ваши родители? А их сегодня на работе Я за старшего Мы вот домашние концерты устраиваем На дне рождения поем Ну, что нужно Я не знаю Ну, давайте что-нибудь попробуем Тогда раз уже Да Давайте Я вот на гитаре подыграю, Саша И сам там, может, попою что-нибудь Мы готовили песни Мы приготовили вам три песни разные Любую можно выбрать Давайте начинать с вашей любимой Хорошо Да, да Пока настраивайся Ты просто подыши спокойненько Так вот спокойно Просто не страшно Готов? Я чуть-чуть готов Ты подпоешь? Да Не бойся, я с тобой Хорошо Нет? А, если Ты чего? Или я не человек? Там, там, там другая Вот так? Похоже Нет, нет, не то? Похоже Похоже Тогда мы сразу Были Или нет? Да я не знаю Как делать? Ты настолько Красно Поиграй мне Немножко Чтобы Саша почувствовал Полетай на крыльях в дыбрах Ты край родной Родная Песня наша Туда, где мы Туда, где мы тебя Свободно Пели Где было Так Прибольно Нам с тобою Туда, где мы Это одна Это одна из моих Самых любимых песен Вы, конечно Ну, сложный Слаженный Такой дуэт Видно Что Понимаете? Да, мы пели Очень Сашенька Чистый голос Паша Ты прям Хорошо Владеешь Гитарой Так спокойно Уверенно Поешь Конечно Для твоего возраста Ты прям Молодец Спасибо Я готова Лично С вами Встретиться Лично С вами Позаниматься Но У нас Очень серьезные Занятия Два раза Или по два с половиной Три часа Посмотрим Может быть Вам понадобится Индивидуально Позаниматься Но это Можно На месте Решим Мне Нужно Отсудить Ваши Подительные Детали Я Хочу С вами Познакомиться Класс Спасибо Большое Супер А знаете Смотрите Что Сашка Умеет Сашка Давай Смотрите Смотрите Что может Ну вот Я Разучила Мелодию Там На итальянском Или на испанском Вот Я попробую Такая песня Давай Давай Поздравляем Мадре пия, кья холь норфе нен до вригаря. Молодец. Ну, мы там посидели, на русскую транскрипцию выписали. Да, там такие слова. Ава-Мария-Верджин-Дольси-Ель. Да, они на русском написаны, вот эти слова, вот так. Умница, умница, умница. Я жду ваших родителей. А, они вам позвонят, да. Тогда до встречи. До встречи, до свидания. Спасибо. До свидания. Срочное включение, мне кажется, сейчас начинается самое интересное, если все получится. В общем, я сижу, монтирую реакцию, которую вы смотрите. Мы записывали ее неделю назад. И там уже после нам назначили пробную репетицию на вторник на 12 часов дня. И мне пришла безумная идея. А что если приехать и признаться вживую? Проблем есть несколько. Первое. Время 0 часов 39 минут и репетиция через 11 с половиной часов. Проблема номер два. Я в Питере, а репетиция в Москве. В другом городе абсолютно. И проблема номер три. Саша еще ничего не знает и надо с ней обсудить это. Потому что я только что об этом подумал. И проблема номер четыре. Мне очень страшно, я вживую никогда не признавался. И не знаю, что из этого получится. Но для начала нужно с Сашей обсудить. Саша, привет, не спишь? Привет, да нет, пока не сплю. Чего звонишь? Короче, мне пришла идея. Так, мне уже страшно. В общем, нам поставили репетицию. То, что мы неделю назад записывали. Ну, то, что мы от лица родителей. Вот, то, что я написал. Вот, и нас же пригласили на нее. Я подумал, а что, если приехать и признаться вживую? Нет, нет. Подожди, а ты что, в Москве? Нет, ну смотри, репетиция через один с половиной часов. Я в Питере. Так. И я сейчас приеду. И приедем туда. Ты что, серьезно? Я просто в шоке. Ты так уже делал? Нет, это первый раз будет вживую. Мне очень страшно, на самом деле. Мне тоже, капец. Ты уверен? Да. Блин, вдруг она разузлится, и я не знала, что делать. Короче, я думаю, надо делать. Ты согласна? Да, ладно, я согласна, давай. Все, я тогда, все, тогда будь на связи с утра. Ну, все, ты напиши. Да, все, давай. Ну что, Саша согласна? Едем в Москву. Итак, время 3 часа 37 минут. Едем в Москву. Прикиньте, не было билетов на самолет, не было билетов на поезд. Я вообще не понимаю, что за прикол, почему они все закончились. Время в пути. 6 часов 34 минуты. Вроде бы все успеваем, все по красоте. Чаечек в термосе, естественно, само собой. Надеюсь, у вас тоже налит. И вообще, я очень переживаю. Я впервые буду признаваться вживую. Вот в этом. И я не знаю, как отреагирует человек. Будет положительная реакция, будет отрицательная. Я вообще не представляю. И от этого очень страшно. Но, надеюсь, все пройдет хорошо. Все увидите. А пока что едем. Долгая дорога предстоит. И все ради вас. Надеюсь, вы подписаны на канал. Сегодня я в своем телеграм-канале. Кстати, не знаю, почему некоторые из вас все еще не подписаны на него. Попросил вас позадавать какие-нибудь вопросы. И сейчас я подвечаю на самое интересное. Пока мы едем, тут осталось совсем немного. Когда новая песня? Вообще, с этого сентября я хочу каждый месяц публиковать новую какую-то работу, новый трек. Надеюсь, вам будет заходить, будет нравиться. Поэтому следите. Почему не играешь на электрогитаре? Просто мне звук акустической гитары, настоящая гитара, нравится больше. Но, если вы хотите, я могу сделать видео, может, малыша или еще что-нибудь с электрогитарой. Если хотите, напишите в комментариях что-нибудь про это. Любишь ли аниме? Я не люблю. Точнее, я понимаю тех, кто любит аниме. Но я просто знаю, что меня может затянуть, а свободного времени не особо много. Но поэтому, короче, аниме не смотрю. Я смотрел «Ходячий замок» и какой-то еще там, где свиньи родители были. Когда концерты? Примерно в конце сентября, в октябре будут концерты и аж в пяти городах. Поэтому следите, пожалуйста, Москва, Питер, Новосибирск и Екатеринбург точно будет. И еще какой-нибудь пятый город. Напишите в комментариях, в каком еще городе сделать пятый концерт. На телеграм-канале будут новости, поэтому подпишитесь обязательно. Самый необычный случай, когда тебя узнавали. Ух, таких было много. Ну, например, однажды я стоял в туалете возле писсуара. Я почему-то сейчас сразу же и я подумал, что тебя в туалете повезти. Я хотел, что ты стоишь в туалет, говоришь. Стою возле писсуара, делаю свои дела. Мужик подходит, такой взрослый. Ну, тоже рядом встал. Посмотрел на меня. Круто играешь. Хорошо, вот селфи не сделал. Если что, здрасте. Какие оценки были в музыкалке? Мне очень нравилось сейчас в целом учиться в музыкалке, поэтому в основном хорошие. Четерки, пятерки, шестерки, семерки. На самом деле вопросов очень много, около 6. Тут понятно, что я на все сейчас не отвечу. Но постараюсь ответить в своем телеграм-канале, вот прям в том же посте. Поэтому на чей вопрос не ответил, не расстраивайтесь, пожалуйста. Так, ну что? Долго эта дорога позади. И приехали за Сашей. Мы в Москве уже. Вон она идет. Пойдем встретимся. Привет. Привет. Ты готова? Мужки. Ты готова? Нет, я не готова. Все, погнали, мы уже опаздываем. Опаздываем? Капец, блин. Спасибо. Ребята, через 5 минут начинается репетиция. Вы не представляете, насколько страшно здесь стоять. У меня просто... Это ужасно, страшно, мне так жарко. Вживую признаваться, мне кажется, она нас убьет, либо еще что-нибудь. Она была добрая, она не будет ругаться, она будет понимающейся. Ты думаешь, что все будет хорошо? Она будет в шоке, но, наверное, будет по-доброму. Но все равно страшно. Ну да, очень волнительно, как будет. Ну, все, по-доброму. Окей, цветочки, чтобы задобрить. Все, взял. Ну, девочек, вперед. Нет. Прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. А это вот мы, Паша и Саша. Помните, мы с вами общались по скайпу? В общем, да, это такой небольшой... На самом деле, это детские маски были, и вот мы на самом деле... Такая небольшая шутка-розыгрыш была. В общем, да, вот так вот. Я подумала, что... Ой, спасибо, я думала, что у меня такие талантливые детки будут. Извините. Вы не обижаетесь. Нет, конечно, нет. Саша, Голубя, конечно, маленькая, но... Ну, как же так? У меня не будет таких деток-талантов. Ну, уже не детки. Мы надеемся, что как-то никаких негативных эмоций, или еще такого нет? Нет, конечно, нет. Я просто не ожидала как-то... Я жду детей, маленьких. Ну, вы же музыканты, вы все равно. Ну, да. Конечно, да. Да, да, да. Понял, играй. В 13 лет я играю, Саша еще больше поет, наверное. Нет, ну, плюс-минус. С рождей. Ну, как-то вот так вот, да. Хорошо, а чем заниматься? Вот как вообще? Приехали сюда работать? Я вообще приехал из Питера, просто чтобы вам, ну, вот, признаться. Да. Мы нам так понравились, что нам захотелось открыть вам все карты. Вообще, ладно, тогда не будем, наверное, вам мешать. Извините еще раз вот так. Плюсьте вот тогда. Хорошего урока. Пока. До свидания. До свидания. Ну, все, совесть чиста. Мы сделали это для вас. Надеемся, вы это цените. Лайк под видео. Обязательно. Я, значит, щуки отвалятся. Ужас, мне было так стыдно. Мне дофига. Такой испанский стыд. Просто тут же вы... Ну, хорошо, она такая по-доброму. Я думала, она нас убьет вообще. Она улыбнулась, значит, все нормально. Цветочки. Задобрили. Что тебя привело в мир творчества, в частности, к гитаре? Ну, вот у брата есть гитара, вот она. И я вот хочу научиться играть, чтобы отыграть. И все. Он вообще как, сам не против, что ты берешь его гитару? Обычно вроде как музыканты очень щепетильно относятся к своим инструментам и никому их не дают. Ну, он разрешил. Он разрешил, он не против. Класс. Вообще что-нибудь он тебя учил, нет? Играть, например. Не учил. И ты сама не особо там нахваталась. Я, если честно, вот только умею ее держать, вот и все. И вот так вот. Ну, уже неплохо. Уже неплохо. Уже даже бой видно. У нас получается, ну, четыре пальчика, да? Я предлагаю начать с перебора. Саша, ты че мой гитару взяла? Ну, там вот Михаил. Он сказал взять гитару. В смысле, это же моя гитара. Ну, че, жалко, что ли? Да нет, ну, спросила бы хоть. Не знаю. Можно? Ну, можно? У тебя урок, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Михаил. Если вы не знаете, она все ломает. Не ломаю. Все ломаете само. Вот. Я тогда буду следить. Здравствуйте. Вы учите, я так послежу. И в зависимости от того, где мы его зажмем, соответственно, зажимаем самую верхнюю струну, шестую, на первом ладу получается. Это вот это? Да, вот сюда. Верхний? Ага. Вот так? Правильно. Да. Струну просто возьмите и вот так дернете. Да, хорошо. Не так надо, не так. Саш, нужно не так. Надо вот так. Смотри. Вот так руку поставь. И вот так вот, чтобы у тебя струна, палечек упал вниз. Вот так надо. Вот так надо. Вот так. Да, вот так надо. Хорошо. Пусть будет так. Так будет правильно. Хорошо. Конечно же. Просто изначально я подумал, что это не настолько важно. Ну ладно. Давайте сразу учиться тогда правильно. Надо сразу правильно. Да. Вы правы. Вы правы. А это что вы, простите, делаете вообще? То есть мы сейчас пойдем со шестой по первую струну. Вас наверняка также обучали в вашей музыкальной школе. Нет? Я вообще... Разных шоу много просто. Согласен. Да. Я сам учился, честно говоря. Ага. Он очень умный. Вот, Саша, давай вот так вот поставим сюда пальчик. Вот сюда большой палец сюда. Да, это правильно будет. Так лучше, чтобы пальцы выше доставали. Ага. Вот так вот. Молодец. Это неудобно. Нет, ну не прям так. Ну ты че тоже преувеличиваешь. Вот на третье. Видите, как у нас неплохо получается? Ваш брат начал включаться в процесс. Да. И начал вас обучать. Я вам, получается, вообще незачем. Лишний. Верно? Нет. Нет. Давайте, я все, я не отвлекаю. Ну, дерну. Дерну струну, получается. Смотри. Правую ножку вот сюда. Вот немножко, а то у тебя посадка. И все, чем правильно. И вот так вот ручку, да, пальчик. У нас как будто бы преподаватель поменялся. Все-таки ваш брат хочет взять бразды правления, да, в этом вопросе. Ну, я просто... Например, можно сыграть вот так, да? Если хотите играть так, я предлагаю заниматься, продолжать со мной. Если хотите играть Кузнечика, пожалуйста, Павел вам в этом поможет. Я думаю, с этим он справится, с Кузнечиком. Поэтому... Нет, ну я-то не Кузнечика играю. Ну, честра сказала, что Кузнечик как-то был. Ну, это вначале Кузнечик был. То есть, Саш, если хочешь, конечно, играть вот так, то ладно. Ну, как бы там этот блюз хорошо звучит. Но можем научиться вот типа такой штуке с тобой. Ну, я не знаю, знаете вы эту песню вообще или нет? Кузнечика знаю. А вот что? Есть и другое, но не знаю. Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok